Здравствуйте, мои дорогие зрители! Меня зовут Елена, и на этом канале мы обсуждаем жизнь иммигранта в Италии. В этом ролике я коротенько скажу, кому можно просить только азилу, а кому можно просить временную защиту, это которая на год дает всем одновременно. Плюсы и минусы временной защиты, плюсы и минусы азилу. Итак, если у вас есть украинский паспорт, либо у вас паспорт любой другой страны, но у вас есть прописка и ВНЖ в Украине, в этом случае вам можно просить временную защиту. Временную защиту дает очень быстро, практически через 2-3 недели. Для этого не нужны какие-то особенные требования, ничего. Просто приезжаете, говорите, что вы приехали с Украины, и все. И вам моментально дают эту временную защиту. Плюсы этой временной защиты. Первый плюс – то, что можно просить в любой стране. Бедные гости из Африки могут только помечтать о том, чтобы иметь право поехать сразу в какую-нибудь богатую северную страну и просить защиту там. Для украинцев это возможно, как ни странно. Меня правда удивило вот это. То есть украинцам оставили возможность необыкновенную просить вот это вот убежище в любой стране. Не убежище, а временную защиту. Протационные темпераны. И это мы сказали. Первый момент. Второй плюс – не забирают паспорт. То есть вы приходите, заполняете модули, паспорт вам оставляют, и моментально вам выдают вот это permesso di soggiorno, ведь на жительство буквально за несколько недель. Третий момент хороший. Всегда помогают. Италия ей помогает деньгами, но зато дают хитбук, одежда. Одежда правда Б.О., но тем не менее это всегда одежда. Третий момент. О, кариссимо! Коми стаи? Скуса, стой cercану, не нафатте лавора, а лора стой cercану ди фара. Чао. Пиачери до твой мё. Ти пусоо кедери дисо кьёдери коста порта. Крации. Кристи, проѐди каи, коза фаи? Дуѐ минуті, эско, финиско, эско, и парлямо тутто, окей? Закрыл дверь, поэтому у нас будет тишина Итак, из минусов Важный минус Это временная мера защиты Она дается на год Но она может быть отозвана точно так же быстро Как далее Как только в Украине наступит мир Если мира в Украине не будет То этот ВНЖ будет длиться один год И потом его обновят на 6 месяцев И еще раз на 6 месяцев Итак, на 2 года всего Ссылка на документ Вы идете, изучаете, кто у кого какие мысли другие Второй минус Очень жирный Не предусмотрена конвертация То есть конвертировать нельзя Но можно запрашивать Азилу Одновременно с вот этой вот протеционной Вы получили протеционной и запросили Азилу И все И тогда вы себе спокойно ждете, когда вам сделают Азилу Так, мне оставили открытую дверь Окей Хорошо, мы это сказали А вообще можно просто год жить И не заморачиваться Потом посмотрим В Италии я примерно понимаю Как это Конвертация не предусмотрена Но я примерно понимаю Что с этим делать в Италии В других странах не знаю Потому что Законы других стран я не знаю Так, друзья Я постараюсь все-таки прорваться Итого Минусы нельзя конвертировать Но я примерно понимаю Что с этим делать Виталий В других странах не знаю Азилу политику Азилу Как запрашивать Азилу Вот здесь есть важный ролик Пройдите по нему Проверьте Минусы Азилу Забирают сразу Паспорт Да И второй минус Денег не дают Помощи никакой не дают Дают ВНЖ И живи как хочешь Но Можно конвертировать Через пять лет Можно получить гражданство Итальянское Для получения гражданства Не нужно показывать Декор Не нужно показывать Души Не нужно показывать Далоги Ничего Не нужно Для гражданства Не нужны Справки с родиной Вы все делаете Здесь на месте На месте И для Азилу 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 Все друзья Я прощаюсь Простите ради бога Я потом Досниму подробнее Пока